В честь 72-й годовщины освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков В музее техники Богуслаева появился еще один новый экспонат Макет знаменитого памятника воину-освободителю, скульптора Евгения Вучетича, установленного в Трептовом парке Эта экспозиция посвящена участнику знаменитого парада победы, кавалеру девяти боевых орденов, гвардии полковнику Серафиму Дмитренко Который в послевоенные годы был комендантом одного из районов Берлина и принимал непосредственное участие в строительстве этого мемориального комплекса С Вучетичем, как раз, как он мне рассказывал, они поворачивали памятник, чтобы он смотрел туда, куда надо Это оказывается существенно для установки Ну я это как бы забыл, потом вспомнил, уже когда стал в музей И теперь надо детям сюда приходить, рассказывать, что земля, на Запорожье земля, прошел войну от начала до конца Ему было доверено, судьбою, конечно, доверено, установить последнюю точку в той трагедии Это памятник освобождения, воин освободить 8 мая 1949 года на территории Трептов парка в Берлине состоялось торжественное открытие памятника воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом Здесь похоронено около 5000 советских воинов Этот грандиозный мемориальный комплекс – самый большой и самый известный из подобных памятников в мире, наряду с Мамаевым фурганом в России Центральным монументом в комплексе является памятник воину освободителя Это фигура советского солдата, в одной руке которого меч, разрубающий фашистскую свастику А на другой спасенная из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая девочка Прототипом для скульптора послужил советский солдат Уроженец села Вознесенки Кемеровской области Николай Масалов Спасший немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года В основании памятника расположен мавзолей С учетом высоты холма и цоколя, общая высота монумента составляет около 30 метров Работа над мемориалом была начата в 1946 году и возводился он в течение трех лет Место для мемориала было выбрано советским командованием А для строительства использовали гранит из рейхсканцелярии Гитлера Фигуру воина-освободителя изготовили в Ленинграде 13-метровый памятник отлили из бронзы весом в 72 тонны В Берлин его переправляли частями, водным путем Мемориальный комплекс воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом в Трептов парке Один из самых посещаемых памятников Берлина Люди приходят сюда и возлагают цветы к подножию монумента не только в День Победы Многое изменилось в мире и самой Германии за послевоенные годы Но неизменными остаются общечеловеческие ценности и благодарная память людей За годы Великой Отечественной войны Серафий Михайлович был награжден очень высокими правительственными наградами Это двумя орденами Боевого Красного Знамени, это орденом Суворова Третьей степени, это орденом Александра Невского Отечественной Первой степени и орденом Красной Звезды И надо сказать, что вот этими наградами он был награжден почти за год своих боевых подвигов, боевых действий Свою первую высокую награду Серафим Дмитриенко получил в боях за освобождение Беларуси Хотя представление было на орден Красной Звезды, Дмитриенко наградили орденом Александра Невского Это был беспрецедентный случай Серафим Михайлович единственный человек в Советском Союзе, который получил этот орден, не имея на тот момент других высоких наград Но свою Красную Звезду он все-таки дождался в этом же году А затем за отличную организацию форсирования Днепра в районе деревни Дальние Ляды Серафим Михайлович будет удостоен ордена Суворова Третьей степени Надо сказать, что за всю историю существования этого ордена было награждено всего 4 012 военнослужащих И надо сказать, что в его числе был Дмитриенко По словам Вячеслава Богуслаева, он до сих пор помнит, как отец его жены Серафим Михайлович Дмитриенко Рассказывал о жизни в послевоенном Берлине Тогда советские войска кормили немецкое население Были организованы кухни полевые, специальные интернаты для детей, у кого родители погибли Мне все это он рассказывал, но я теперь вспоминаю И так было, и много кинофильмов посвящено тому, как действительно во время советская армия поддерживала мирное население Оно и тоже пострадало, так как и мы В 40-е годы комендант Трептов района Серафим Михайлович Дмитриенко подружился с будущим главой ГДР Эрихом Хонекером Который после войны основал молодежную организацию «Союз свободной немецкой молодежи» Они организовали в Германии музей освобождения Берлина или битвы за Берлин в ГДР И там портрет Серафим Михайловича есть И до сих пор музей не разрушен, и сейчас он стоит И наша семья получает поздравления каждый год с днем окончания войны Моя жена ездила туда, моя теща ездила, ну их приглашали Право открыть этот новый экспонат в музее техники было предоставлено военному комиссару Юрию Трофименко И бывшему заместителю генерального директора производственного объединения «Моторостроитель» Ветерану Великой Отечественной войны, воину-освободителю Берлина Олегу Викторовичу Гайдаматченко Это символично, что мы вот таким образом восстанавливаем память, памяти своей Восстанавливаем знаменательные события в жизни и коллектива, и города в целом А таким людям, как вот Олег Викторович Гайдаматченко Ну так получилось, когда я стал генеральным директором, он был мой заместитель Но это уже по наследству, так я пришел, он уже был Поэтому я всегда с гордостью вспоминаю те времена, когда мы вместе работали Я учился у него, прежде всего человечность и прежде всего работы с кадром Потому что люди, которые прошли фронт, они ничего так не любят более, как человека, как жизни Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»